Всем добрый день, меня зовут Ебирова Камила, я являюсь сотрудником отдела по продвижению отеля Фанэнсан, и сегодня я вам расскажу про новый год в отелях Фанэнсан. Я как раз только недавно вернулась из наших отелей, была в Египте, поэтому вам расскажу, так сказать, все, что видела сама, какие-то нюансы, какая погода была, как нам хорошо было, не успели даже поплавать, покупаться, поэтому очень повезло с погодой в Египте, а сейчас тепло, действительно, мы были в двух курортах, была я и в Шарме, и в Хургаде. Что касается Беладжи, я вам как раз когда буду рассказывать про отель, я вам расскажу и про погоду. С погодой нам повезло, было очень жарко, я даже, можно сказать, успела немножко обгореть, поэтому действительно было очень тепло, было не так ветрено, хотя в Хургаде, да, более ветрено, наверное, чем в Шарме, но в Тель-Беладжи было очень хорошо, я отвечаю на вопрос, который только что задали. Давайте начнем тогда, напомню, я вам сначала напомню, что же такое у нас отели Фанэнсан, да, и какие у нас форматы отдыха сейчас есть в Египте. Сейчас в Египте у нас представлено 4 отеля, 2 отеля в Хургаде и 2 отеля в Шарм-эль-Шейхе. Мы как раз рассмотрим, я вам напомню про эти отели и расскажу, какая программа будет у каждого отеля на новогодний праздник, на Новый год. У нас есть, вы знаете, 2 формата отдыха, которые сейчас работают в Египте, это отели Фэмили и отели Эктив. Отели Фэмили – это отели для семейного отдыха, отели для вашей семьи. Такие важные фишки формата отдыха в Фэмили – это близость к морю, либо отель находится на первой линии, либо есть шаттл, который доводит туристов до моря. Блюда для каждого, то есть турист может попробовать не только какую-то национальную кухню, но и у нас всегда есть еще кухня русская. Вы всегда можете поесть борщ, щи. И также для людей с ограничением питания мы также предусмотрели, есть у них специальная часть в ресторане, где они могут либо поесть какую-то еду на пару, то очень много есть еды, таких как вареные, овощи вареные, вареное мясо. Но и для тех, у кого есть какие-то ограничения в питании, мы всегда предлагаем такую услугу, туристы могут обратиться и для них специально что-то приготовить, если у них есть какие-то ограничения в питании. Мир для детей и подростков, конечно же, это наш Нью-Нит и детский клуб «Тукан», который работает у нас также в Египте, поэтому родители немножко могут отдохнуть. Мы плавно переходим к еще одной фишке – это зона отдых 18+, для родителей. У нас есть челлаут-зона, где родители могут отдохнуть, отдать своего ребенка в детский клуб «Тукан» и в челлаут-зоне немножко провести время, отдохнуть, расслабиться и почувствовать тоже отдых, когда их ребенок тоже весело проводит время и отдыхает. Ну и, конечно же, шоу для всей семьи – это анимационные программы, которые проходят в каждом отеле ежедневно для каждого члена семьи, то есть это мини-дискотека для деток и вечернее шоу для взрослых. И расскажу вам еще про основные фишки. Напомню, какие фишки есть у нас по отелям «Панэнсан», которые работают у нас в Египте. Наверное, это очень важно, и это, конечно же, начнем с питания. Питание, напомню вас, у нас с 7 до 11, а это свежевыжатые соки из сезонных фруктов. Если вы уже продавали наши отели… А сейчас хорошо слышно? Я вижу, что коллеги говорят, что звук прерывается. Так, а сейчас слышно? Все хорошо? Тогда продолжим. Из сезонных фруктов, да, если вы знаете, что в Египте, в Турции, это в основном из апельсиновых сок у нас предоставляют свежевыжатые, то в Египте это и сезонных фруктов. Вот как раз я была в Египте, могу сказать, что действительно сейчас там был сезон клубники, там был клубничный, у нас был сок натуральный, был сок гуавы, поэтому, в принципе, натуральный свежевыжатый сок точно будет в отеле, что для туристов, мне кажется, это очень приятно с утра выпить свежевыжатого сока. Также у нас проходят, возможно, тематические ужины, плюс у славянской кухни, как я говорила, что у нас готовят и борщ, и солянку. Есть специальная зона для приготовления уголок мамы, да, есть зона с оборудованием и продуктами для самостоятельного приготовления детского питания, там есть стерилизатор бутылочек, подогреватель, микроволновка, блендер, поэтому мама может с собой не оттаскать, да, там может быть деткам целый набор детского питания, а какие-то смузи можно приготовить прямо в отеле, в ресторане. Ну и воспользоваться блендером могут не только для деток, да, но если вы хотите тоже какой-то смузи, вы можете тоже, в принципе, его приготовить. Что касается алкоголя, в отелях у нас также предоставляется 5 видов премиум алкоголя. Чем отличается алкоголь премиум, да, египетского производства, местного производства от обычного, премиум алкоголем подается в стеклянной таре. То есть это вот такой важный нюанс, если это важно для туристов, да, и может быть они там, так как импортный алкоголь подается в Египте в очень редких отелях, и так как у них очень большой процент налога, практически 400%, поэтому как альтернатива это вот хороший местный премиум алкоголь, который подается в наших отелях. Также есть у нас знаменитая, может быть, такая наша кафешки, где вы можете есть happy moments, где вы можете попить кофе натуральный, свежезаваренный, съесть какую-то вкусную выпечку, десерт в течение дня. То есть вы можете либо с утра пойти, если вы не хотите пойти в главный ресторан и позавтракать плотно, вы можете выпить чашечку кофе, съесть какой-то вкусный десерт и пойти на пляж, а потом, может быть, уже более плотно поесть в обед. Также по сервисам у нас есть Wi-Fi на всей территории отеля в номерах, уголок мамы, как я вам уже говорила, 24 часа, халаты, тапочки мы предоставляем в номерах для взрослых, есть набор для душа, это гель, шампунь, все наши брендированные, вы видите, по приезду туристы увидят в наших отелях. Также утюг и гладильная доска у нас по запросу, то есть туристам нужно будет возить с собой утюг, и можно все это будет взять на ресепшн в отеле. Набор также для приготовления чая и кофе, ежедневное пополнение мини-бара питьевой водой, ну и детский инвентарь, конечно, по запросу. Это коляска, ванночка, горшок, кроватка и так далее. Что касается развлечений, да, и, наверное, главной инфраструктуры, в каждом из наших ресторанов, помимо главного ресторана, есть ресторан Алякарта. Действительно очень вкусно, вот я могу сказать, что сама и группа, в которой у нас недавно был Инфотур, мы ездили, всем очень понравилось, все были довольны, действительно очень вкусно готовят не только в главных ресторанах, но и в том числе в ресторанах Алякарта. Обязательно советуйте туристам, один раз бесплатно за заезд, они могут посетить один из Алякарт ресторанов в отеле, в котором они будут отдыхать. Также, как всегда, у нас есть это снэк-бар, лобби-бар, челлаут-бар, десерт-бар, happy moments, про который я вам говорила, наш детский клуб «Тукан», зона отдыха для взрослых 18+, челлаут. Также есть очень удобная, наверное, такая функция тоже для маленьких деток, если родители съедутся с маленькими детьми. У нас есть в детском клубе «Тукан», «Тукан-бэби», это пространство для родителей с детьми до 4 лет, где есть стиральная машинка и зона для игр. То есть родители могут не возить большое количество одежды для детей маленьких, да, они могут всегда принести одежду, там есть гипераллергенный порошок и постирать в детском клубе, в этой зоне стоит стиральная машинка и постирать одежду для деток, что тоже очень удобно, мне кажется, и не нужно будет возить целый чемодан. Ну и по развлечениям, конечно, те, кто, несмотря на отдых, хочет заниматься спортом, всегда может заняться спортом. У нас проходят всевозможные йоги, пилатесы, аэробика, акваэробика, пляжный волейбол, водное поло, те, кто хочет вечером немножко провести веселое время, всегда есть дискотеки, пенные, пляжные, всевозможные мастер-классы, профессиональное анимационное шоу. То есть туристы действительно могут очень весело и хорошо отдохнуть в наших отелях. Это вот я вам рассказала про такие основные фишки, чтобы напомнить, что же входит в нас в формат отдыха в фэмили, так как мы поговорим сегодня о трех отелях, которые у нас работают в Египте под форматом фэмили. У нас два отеля работают в Хургаде под форматом фэмили, и один отель работает в Шарм-эль-Шейхи. И первый отель, который мы рассмотрим с вами, это Fun and Sun Family Bellagio Resort 4 звезды. Отель находится в Хургаде. Наверное, такой большой плюс его, это, конечно, новые реновированные номера. Реновация была последний раз в 2021 году. Действительно, могу сказать, что номера хорошие. Мы жили, я вот как раз только вернулась буквально неделю назад из данного отеля, мы жили в данном отеле в рекламном туре, и номера действительно очень хорошие, реновированные. Поэтому если туристам действительно очень важно, чтобы были хорошие номера, то можно смело сюда их отправлять. Отель находится у нас в районе Аль-Ахия-Роуд. То есть там, если касается того, что куда выйти, там может быть рядышком, там есть несколько магазинчиков, но такой прям богатой инфраструктуры, как в центре Хургады, там, конечно, нет. Но всегда можно взять такси и доехать либо до центра Хургады, либо погулять в Ульгуду, тоже очень советуем. Это такая египетская Венеция, она находится совсем недалеко от данного отеля. Поэтому вот для тех, кто говорит, что хочет инфраструктура какой-то, то всегда ее тоже можно найти и не переживать по этому поводу. Отель у нас, я вам сейчас покажу, находит такой более вытянутой формы. То есть это вот вся такая территория отеля. То есть территория отеля у нас такой вытянутой формы. Корпуса жилые находятся вот здесь вот. Так, если я возьму укалочку, вот видно вам. То есть вот это вот все корпуса, получается, море. Вот здесь у нас находится пляж. Здесь и здесь по этой стороне тоже корпуса. Здесь у нас бунгало расположено. Бунгало мы размещаем только взрослых. Вот эти номера, которые ближе всего к морю, это Супериоры. Эти номера были реноверены в 2019 году. То есть все номера, которые под категорией B, C, D и бунгало, они были реноверены в 2021 году. То есть номера действительно новые. А ближе к морю Супериоры номера, они были чуть постарее. Поэтому если вы хотите ближе к морю, чтобы у вас больше был вид на море, то вот триста можно заселять в данные категории номеров. У нас есть несколько бассейнов, бассейны с горками. В лагуне вот здесь не купается, это просто такая лагуна, красивая дорожка до пляжа идете вы здесь. Также бассейн-пул, он очень мелкий, он тоже скорее более декоративный, чем, наверное, там плавать или купаться в нем тоже не получится. То есть основные бассейны, это основной бассейн у нас. И вот здесь бассейн с горками. Что касается подогрева, у нас вот этот бассейн, бассейн с горками, у нас на пляже тоже есть горки, бассейн с горками, но тут он не подогревается. Подогревается у нас основной бассейн, здесь джакузи, здесь есть детская зона, тоже подогревается, и вот здесь водные горки. То есть данный бассейн, он подогревается, поэтому вот на пляже не подогревается этот бассейн. Бассейн главный тоже у нас не подогревается, подогревается вот этот основной бассейн. Так, давайте вернемся еще на карту, что я вам покажу. Вот, если посмотрелись на карте, вот здесь вот рядышком вы проходите, здесь Чилла Удзо у нас на втором этаже. Получается, здесь тоже можете загорать, туристы, возле бассейна. Вот тут подальше будет еще один бассейн, как раз этой горкой, где будет джакузи. Джакузи это тоже подогревается, и как раз детская зона в этом бассейне тоже подогревается. Отель состоит у нас из пятиэтажных корпусов, как я вам говорила, А, Б, Ц и Д. Есть у них бунгало. Бунгало мы заселяем, я еще раз напомню, только взрослых, где-то мы туда не заселяем. По инфраструктуре все, что я вам сейчас говорила, все также есть в данном отеле. И а-ля-карт рестораны, там есть несколько а-ля-карт ресторанов, и азиатской кухни, итальянской кухни, и главный ресторан. И единственный, кстати, наш бар Happy Moments, который работает 24 часа, он работает именно в этом отеле. То есть вы в течение дня, даже если вам захотелось ночью выпить кофе, не знаю, выпить чай, съесть какую-то вкусняшку, вы всегда можете зайти в наш Happy Moments десерт бар, и там перекусить, есть что-нибудь вкусненькое. Он у нас работает из всех отелей круглосуточно только в Беладжио. Это вот тоже такой приятный бонус. Что касается пляжа, вы видите, что пляж действительно довольно-таки большой. То есть там есть несколько, то есть получается, что вы проходите на пляже, и есть несколько вариантов, где полежать. Либо с одной стороны пляж, либо с другой. То есть он такой вытянутый в форме, наверное, буквы «Г» получается. То есть место для того, чтобы загорать, действительно туристам будет всем. То есть всем хватает. Мы лежали на пляже, было много туристов, и всем всегда шезлонгов хватало, не было таких проблем, если вдруг у кого-то возникают такие проблемы. А что касается моря, да, море, оно, может быть, идеально подходит как раз для деток, потому что море не глубокое, нужно будет до глубины пройти какое-то расстояние и уже там покупаться. Поэтому вот здесь вот как раз рядышком, где он, то есть оно будет неглубокое, и деткам можно смело там купаться, плавать. Что касается воды, вода была относительно теплая. Ну, все тоже для кого-то. Я, например, плавала, купалась, и поэтому мне казалось, что вода теплая. Кажется сначала, что она холодная, потом вы заходите, плаваете, и уже вам вполне комфортно. Что касается температуры, температура воздуха была теплая. Целый день было солнышко, то есть с утра и до часов 4-5 солнце греет очень хорошо, можно загореть, может, даже видите по мне, что я, в принципе, неплохо загорела даже. Поэтому смело можно открыть туристов. Что касается ветерности, то нет такого сильного ветра, потому что отель находится, он как в такой, получается, вытянутый, и весь ветер, он как бы ограждает от ветра, поэтому, в принципе, ветром не было. Прохладно, да, может быть, будет к вечеру. То есть если вы хотите уже вечером, там нужно будет, конечно, накинуть какой-то там пиджак, может быть, теплый свитер, что-то такое. А днем, утром, очень теплая погода, смело можно отправлять туристов, они будут сгорать, купаться. Вот это такой парк у нас, который находится на пляже, как раз бассейн. Вот у нас один здесь называется главный ресторан. Тоже видите, что все реновировано, все красиво, это лобби-бар и наш египетский а-ля-карт-ресторан. То есть у нас есть восточный а-ля-карт-ресторан, итальянский и азиатский а-ля-карт-ресторан. Обязательно советуем туристам посетить один раз за приезд, они могут посетить бесплатно по предварительной записи. Вот наш десерт-бар Happy Moments. Как видите, здесь даже несколько фотографий этого прекрасного десерт-бара, поэтому туристы могут здесь насладиться вкусной едой, есть какую-то выпечку, попить кофе. В принципе, они тут всегда могут что-то вкусненькое, сладенькое перекусить. Но на пляже я тоже вам забыла сказать, что у нас есть снэк-бар, поэтому, в принципе, туристам далеко ходить не понадобится. Релакс-зона у нас как раз находится на втором этаже, очень красивая. Она выходит прямо на море, с вид красиво это открывается. Вечером туристы могут там тоже выпить какие-то коктейли, просто посидеть, посмотреть шоу-программу, которая проходит рядышком уже здесь. Поэтому, в принципе, тоже такая, не только днем, да, утром или вечером, но и вечером тоже туристы могут здесь посидеть, расслабиться, отдохнуть взрослые. Что касается деток, у нас работает наш детский клуб «Тукан», еще раз напоминаю вас. И вот как раз это Baby Lounge-зона, где родители могут постирать детское белье деток. То есть детскую одежду, взрослую одежду мы не стираем, здесь только стираем детскую, поэтому вот очень удобно, вы пришли, закинули, постирали, и у вас чистая одежда, не нужно брать большое количество одежды для деток. И вот здесь видите на реализации две фотографии нашего детского клуба «Тукана». «Тукан» у нас работает с детками до 4 лет, только с присутствием родителей вы можете оставить ребенка, то есть с кем-то, а с 4 лет вы можете уже просто оставить ребенка, и он будет уже самостоятельно играть с верстниками в различные мастер-классы, игры на свежем воздухе у нас проходят и в самом детском клубе, поэтому деткам действительно будет очень интересно, там всевозможные тематические дни у нас устраиваются, поэтому детям будет чем заняться. Вот вы видите, какая анимация проходит у нас, то есть это анимация вокруг главного ресторана, бассейн у нас большой есть, вечернее анимационное шоу, ребята, аниматоры действительно проводят в течение дня тоже разную анимацию с туристами, и танцы, и какие-то спортивные мероприятия, то есть туристам, если те, кто любит не только лежать на пляже, да, или лежать возле бассейна, но какую-то активность, она тоже в отеле присутствует, и можно смело отправлять туристов тех, которые тоже хотят как-то весело провести время. По номерам, что касается номера, у нас есть несколько категорий, это Deluxe, Deluxe Family Room, Deluxe Jacuzzi, Бунгало и Superior. Superior это номера, которые были у нас реновированы в 19-м году, все остальные номера реновированы в 21-м году. Что касается размещения, то Deluxe Jacuzzi у нас и Бунгало Lakeview, это номера только для взрослых, то есть в данной категории номеров мы детей не размещаем, с детьми только двое взрослых, и все. Вот если туристам они хотят в эти номера, но с детками, к сожалению, мы там не размещаем. Есть хорошие номера Deluxe Family Room, где с детьми мы размещаем, и они действительно очень большой площадью, 42 квадрата, поэтому очень хорошие с межкомнатной дверью, если туристам очень важно, да, что они хотят действительно большой номер, хороший, новые, реновированные, вот смело этот отель действительно подходит для туристов. Ну и вы увидите, что если там они хотят чуть-чуть жить подальше, да, вот если я вам сейчас вернусь, покажу на карту еще раз, вот здесь вот номера Бунгало, где мы размещаем только взрослых, здесь номера Суперио, где мы размещаем тоже только, это, наверное, номера, где мы размещаем туристов, которые ближе хотят к морю, да, но при этом номера немножко не реновированные. Вот здесь вот все номера реновированные, то есть вот здесь вот в категории А, Б, Ц, Д, здесь номера были реновированы в 2021 году, то есть действительно новые, хорошие номера. Вот те фотографии, которые вы видите, действительно номера так и выглядят, потому что все так же есть, также брендинг, эти кресла, все очень новое, чистенькое, аккуратненькое, поэтому для туристов это очень классно. Что касается новогодней программы, конечно же, новогодняя программа для туристов, у них всех их ждет, приветственные новогодние коктейли, живая музыка будет проходить в лобби, баре, магическое шоу, танцевальное шоу, мини-диско будет для деток, также в 21.30 будет восточные танцы и танур, это тоже один из восточных танцев, живая музыка, диджей, танцы, и в 23.55 начинается празднование Нового года. По меню, меню действительно будет очень широкое, помимо восточной кухни, там будет и азиатская кухня, то есть и роллы будут, спринг-роллы, будет рыба, лосось, креветки, морепродукты, суп из лобстера, всевозможные сладости, чизкейки, клубничный чизкейк, поэтому туристам действительно будет чем полакомиться в новогодние праздники. Поэтому действительно, те, кто хочет морепродуктов поесть, будет морепродукты, те, кто хочет поесть мясо, будет мясо, будет индейка, будет говядина, будут различные салаты, несколько видов, будет вид азиатской кухни, поэтому туристу он будет по возможности сам выбирать, что ему хочется, сколько он сможет съесть на этом прекрасном празднике. Следующий отель, который мы рассмотрим, это отель Fun and Sun Family Aquavista, 4 звезды отель находится в Кургаде, у нас также отель находится на одной территории с такими отелями, как Альбатрос Акваблю и Альбатрос Аквапарк, то есть эти все три отеля находятся на одной территории, то есть туристы могут пользоваться инфраструктурой всех трех отелей, наши туристы, которые живут в Fun and Sun Family Aquavista, они могут также пользоваться и отелем Акваблю, и Аквапарк, поэтому смело могут, если им хочется, не знаю, сходить в Аквапарк, они смело могут идти в Аквапарк и там тоже кататься на горках. Отель находится на второй линии, но у нас ходит Шоттлбасс, поэтому каждые 30 минут, поэтому туристы могут наехать в Шоттлбассе, либо пройти самостоятельно, идти там где-то не больше 10, 7-10 минут, вы проходите дорогу, проходите по территории отеля Альбатрос и попадаете на пляж. Вот как раз фотография пляжа, вот здесь вот, вот с этой стороны, это такая вот наша часть, потому что недалеко есть наш снэк-бар, и туристам не нужно будет бегать постоянно в отель, да, что-то там смотреть, там, например, купить себе поесть или попить, они все могут найти у нас на пляже, и там есть снэк-бар. Что касается бассейнов, есть три открытых бассейна, два из них подогреваются, это центральный бассейн, вот этот вот, который находится, он у нас подогревом, также есть у нас отели с водными горками, аквапарк на территории отеля аквапарка и акваблю, там тоже аквапарк, он подогревается, горки подогреваются в возрастном бассейне, и один бассейн также у нас в аквапарке, в акваблю. То есть в общей сложности у нас получается, есть два бассейна с подогревом в аквависти, в акваблю подогревается два аквапарка, вернее, бассейна, прошу прощения, и также у нас подогреваются два бассейна в акваблю. Поэтому туристам, в принципе, будет где поплавать, если они не хотят плавать на море, да, но могу сказать, что такое расположение бухты, она не такая ветреная, здесь очень хороший заход в море, то есть там песочек действительно, вход в море, и поэтому можно, в принципе, загорать и купаться не только в море, но и в бассейне. Что касается пляжа, да, и вы знаете, что в Фургаде нет таких, может быть, сильных, красивых кораллов, как в Шарм-эль-Шейхе, все-таки снорклинг это больше про Шарм-эль-Шейх, но в Фургаде тоже можно что-то посмотреть, когда, если вот захочется куда-то поехать на какую-то экскурсию, то есть, в принципе, туристы тоже могут посмотреть кораллы. Что касается по размещению, вот отель, то есть получается наш отель Аквависта, Fun and San Family Аквависта, и рядом два соседних отеля, то есть и здесь вы приходите дорогу, чтобы попасть на пляж, что-то в этой стороне получается у нас пляж, то есть проходитесь территорию отеля Beach Albatros, и вы уже оказываетесь на пляже. Что касается визуализации, вот видите, что это у нас лобби Барнэш, это вот зона chill-out в этом же данном отеле, релакс-бассейн, детский тук-тукан, вот на аквапарке вот как раз есть, поэтому туристам тут действительно будет чем заняться. Ну и все, что я вам перечисляла, все так же у нас есть и happy moment dessert bar наш, есть и главный ресторан, и а-ля-карт рестораны, и импортные напитки, и свежевыжатый сок, и уголок мамы, и baby lounge, где можно постирать одежду, в этом отеле тоже все присутствует. По активностям, вы видите, что у нас есть, вот так же можно заниматься спортом, йогой, пилатесом, какие-то активные игры, волейбол, пьяные вечеринки, которые проходят на бассейне, то есть все это действительно живые, активные фотографии, могу подтвердить, потому что я была буквально недавно совсем в этом отеле, и действительно, что касается размещения, то по номерам действительно, там есть всего две категории номеров, это стандарт и family, но номера действительно огромные, то есть номер в 41 квадрат, это действительно полноценная, большая, как однокомнатная квартира, можно сказать, что номер действительно большой, максимальное размещение у нас в стандарте, это 3 плюс 1 или 2 плюс 2, и family у нас, это тоже двухкомнатный номер, с межкомнатной дверью, максимальное размещение 4 плюс 1, Family room у нас площадь номера 82 квадратов, то есть это действительно большие, огромные номера. То есть если сравнивать даже с какими-то, может быть, турецкими отелями, знаем, что в Египте они любят большие, хорошие номера, действительно, которые вам, где вы можете разойтись, где втроем, четвером, действительно, с детьми даже в стандарте по УВЮ будет вполне комфортно, потому что номер действительно большой. По новогодней вечеринке, что же будет проходить у нас в Новый год, как будет замечать Новый год, отель Fun and San Family Aquavista. Праздничный день, 31 декабря, гости отеля Fun and San Family Aquavista будут проходить на футборте отеля Аквапарк. Территория, то есть они, получается, это не как три отдельных отеля, да, это большая одна такая территория трех отелей, и туристы даже иногда не всегда понимают, когда они плавно из одного отеля переходят в другой отель. И вот как раз на футборте отеля Аквапарк будет проходить празднование Нового года. Туристов ждет также приветственный новогодний коктейль, живая музыка, огненное шоу, ужин, танцевальное шоу, мини-диско, живая музыка, танцевальное шоу, и, конечно же, 12 часов начнется уже непосредственно встреча Нового года. По меню, что касается меню, также там будут обязательно морепродукты, это и креветки, и суп из лобстера будет, и всевозможные овощи на гриле, мясо на гриле, также там будет итальянская кухня, да, если туристы хотят что-то такого поесть, и сладости, и чизкейки, и национальные сладости всевозможные, и различные вкусные выпечка будет, поэтому туристам тоже будет что перекусить вкусненького в данном отеле. Следующий отель, который мы рассмотрим, это отель Fun and Sun Family Albatros Palace, у нас отель 5 звезд, находится на первой линии, отель у нас, они также находятся совместно с отелем, такая одна большая территория, Albatros Palace Shard. Также, как и у Аквависты, этот отель находится на одной большой территории, но в чем такое важное отличие, наверное, да, для туристов, я думаю, что это очень важно, тем, что номера, которые находятся именно в отеле Fun and Sun Family Albatros Palace, эти номера были построены в 2020 году, то есть это новые номера. Для тех, кто отправляет туристов в Albatros Palace Shard, должны понимать, да, что разница именно в хороших номерах, что год постройки именно корпусов отеля Albatros Palace – это 2020 год. Это вот такой большой отличительный плюс, помимо того, что там работает, конечно же, наш формат отдыха, у нас есть отдельный ресепшн, все наши фишки, которые там есть, детский клуб Тукан, детский ресторан Тукан Шеф, наш Happy Moments, также Baby Lounge, где можно постирать детскую одежду, наш Chill Out зона – все это есть в этом отеле в том числе. Также, помимо этого, там есть 4 тематических ресторана, есть а-ля-карт ресторан, есть большие водные горки, поэтому туристам можно смело будет развлекаться. Отель действительно очень большой, отель этот очень любят. Могу сказать, что когда мы были в этом отеле, действительно, туристов много в отеле, отель этот любят, и вот часто как раз вот именно семейными парами ездят с детками. Горки, да, с горками подогревается, бассейн с горками подогревается. Горки с подогревом. Горки как раз находятся на территории, на нашей территории, поэтому они с подогревом. Нет, она никак… зона Фанэнсан, вот я вижу вопрос, зона Фанэнсан дорожена от Альбатрос Шарм. Нет, она никак не от дорожена, то есть вы из одного отеля тоже плавно, там нет какой-то никакой решетки, никакого забора, ничего такого нет. Вы просто плавно переходите из одного отеля в другой. Но если я вам сейчас на карте покажу, то есть, в принципе, видно, понятно, что вот эта вот часть – это наш отель, а это уже Альбатрос Пэлс Шарм. То есть он, грубо говоря, один отель, плавно перетекает в другой отель. Но вот это вот все наши номера и наши корпуса у этого отеля, а это уже Альбатрос Шарм. Пляж, он вот тут вот рядом один большой, действительно, пляжная полоса у него очень широкая, очень хороший пляж. Есть несколько зон, где расчищено, можно купаться прямо с пляжа, но в основном все купаются, конечно, с понтона, потому что все-таки это Шарм. У Шарма очень много кораллов, поэтому те, кто хочет позаниматься снорклингом, это как раз тоже один из таких отелей, где можно этим заняться. Там есть хорошие кораллы, можно есть что посмотреть. Поэтому вообще Шарм такой богат своими кораллами, и действительно всем советую обязательно, если кто любит подводный мир, либо поснорклить, либо хотя бы раз попробовать дайвинг. Зимой, ну там и так ветрено, наверное, как все-таки, даже я бы сказала, что в Хургаде порой более ветрено, чем в Шарме. Вот, поэтому не было такого сильного ветра, было очень тепло, походы было хорошее, все туристы сгорали, купались. Что, конечно, по погоде не могу обещать, потому что сегодня у них там плюс 30, да, или плюс 25, но было, когда мы были в Шарме, было плюс 25, плюс 27 даже было. Было намного теплее, чем в Хургаде. Вот, такого сильного ветра не было. Вот, но вот здесь вот, да, все-таки бухта, она более открытая. То есть здесь более ветрено, конечно, чем даже в тех отелях, по которым мы с вами рассказывали. Я ранее говорил про Беладжио, такого сильного ветра, но в любом случае это зима, да, в Египте, и ветер, он будет. То есть совсем, это не совсем безветренная бухта, но это не такая сильная ветреная бухта, допустим, если можно сравнивать, как вот у отеля Риксоса, если вы знаете, Сигейта, у них вот прям очень ветреные бухты, он прям в очень ветреном месте находится отель, то здесь все-таки не такой сильный ветер, хотя он тоже есть там в том числе. Поэтому вот здесь по карте видно, что есть горки, есть бассейны, здесь на нашей территории, туристы могут пользоваться инфраструктурой всех двух отелей, но в наш детский клуб «Тукан» могут пойти только наши туристы, и в наш «Алякар» тоже ходят только наши туристы, но и такое, наверное, основное, конечно же, это корпуса, тем, что корпуса новые и построены в 2020 году. Велкам-зона, которая есть у нас в каждом отеле, не только в «Альбатрос Пэлос», да, в «Фэмили», в «Альбатрос Пэлос», но также и в всех отелях формата «Фэмили». Лобби-барты, наш десерт-бар «Хэппи-момент», это главный ресторан. Зона «Релакс», «Чилла-18 плюс», «Аквапарк» и вот здесь тоже белые фотографии «Аквапарка». Так, вот скажите, браслетами «Олл» в отеле «Фан Цен Мольджи» можно пользоваться до отправления трансфера. Да, ни один из отелей не срезает у вас браслеты, то есть если у вас, грубо говоря, вылет там в 7 вечера, а вам нужно будет освободить номер 12, то туристы у них не срезают браслеты, и они могут также пользоваться всей инфраструктурой, также они могут плавать в бассейне, ходить на обед, то есть также ничего не меняется. Единственное, что им нужно будет обязательно сдать номер, да, и по возможности, если у них будет какая-то возможность предоставить туристам место, где там, либо чаще всего это бывает спа, где они могут принять хотя бы душ, да, если они там целый день на море сидят до вечера, то они могут попросить принять душ в спа, поэтому, в принципе, туристов, они могут пользоваться all-inclusive до момента их трансфера, да, во всех отелях наших, не только в Альпатросе. Здесь вот видно, какие проходят у нас активности, различные вечеринки, у бассейна есть самый активный бассейн у нас в центре отеля, он находится, вот здесь вот, сейчас я вам покажу, вот здесь вот есть всевозможные активности у нас проходят, вот, поэтому туристов тоже могут у нас и активно отдыхать, есть у нас всевозможные также анимации, которые проходят, и пенные вечеринки, и акваэробика, и уроки танцев. Вообще, Тель действительно очень хороший, он очень популярный, его очень действительно любят, и судя по тому, что туристы туда приезжают некоторые не один год, вот мы даже разговаривали с туристами, они говорят, что они уже второй год сюда приезжают, им очень нравится, поэтому тут Альпатрос можно смело отправлять туристов, действительно им очень понравится. Ну и, конечно, запомните, что это у нас реноверные номера. По детской инфраструктуре все то же самое, у нас также есть детский ресторан Тукан Шеф, есть детский клуб, мини-диско с туканом есть, также есть игровая комната, Бэби Лаунж и тукан Бэби Зона тоже у нас здесь есть. И по категории номеров. Какие же есть категории номеров? Это стандарт, Garden View, Pool View, Lacy Side View, Seaview Room и Family Room. То есть есть три категории номеров. Стандарт у нас от 32 до 43 квадратов, Seaview – это тот же, можно сказать, стандарт с размерами комнат от 32 до 43 квадратов и Family уже двухкомнатный номер с межкомнатной дверью, тоже у нас 65-75 квадратов, действительно хорошие, как видно по фотографиям, качественные номера. И что же ждет туристов в отеле? Слательно неверно. Также что же ждет туристов в отеле Fun and Sun Aquavista? Не Aquavista, а Fun and Sun Albatros Palace. Fun and Sun Family Albatros Palace. Также ждет приветственный коктейль в лобби-баре, живая музыка, начало ужина будет 20 часов, а потом мини-диско, живая музыка и восточные танцы. То есть там будет скрипка, саксофонист, новогоднее поздравление руководства от отеля, живая музыка и в 20.55 начинается празднование Нового года. По меню также будет очень богато меню морепродуктами, это и креветки, крабы, будут, будет и всевозможные виды рыбы. Те, кто любит морепродукты, туристы, есть и мясо для мясоеда, будут различные мясные блюда, и там жаркое, и подливы, и какие-то вкусности, которые национальные тоже готовят, и есть и овощи. То есть каждый турист найдет для себя что-то вкусненькое. Десертов, очень огромное количество десертов, будут национальные десерты, различные торты, клубничные, чизкейк, брауни. Поэтому туристам будет чем полакомиться на новогодние праздники в данном отеле. И следующий отель, который мы с вами рассмотрим, этот отель у нас работает под форматом отдыха Active. Active – это отель для пар и компаний. Основные такие особенности этого отеля – то, что он находится в центре курорта. Отель предлагает активный, не только активный, как кажется по названию Active, но также и релакс-отдых. Поэтому туристы, те, кто хочет активно заниматься анимацией, участвовать в каких-то соревнованиях, конкурсах, заниматься спортом, а сейчас хорошо слышно, заниматься спортом, они также могут найти все это в нашем отеле. То есть это такой баланс релакса и отдыха. То есть вы можете хорошо отдохнуть, потусоваться, может быть, там вечером сходить в клуб, так как у нас есть бесплатный, так, долго грузится слайд. А сейчас видно? Что-то у нас. Также они могут, если хотят там вечером потусоваться, мы предоставляем бесплатный проход в клуб Будда, раньше назывался Little Buddha. А утром они могут немножко прелаксировать, полежать просто на бассейне и отдохнуть. Также у нас проходят всевозможные вечерние шоу. Как и в отелях Family, у нас есть тоже кофешоп с десертами, где вы можете выпить натурального свежевыжатого сока, свежезаваренного кофе и съесть какой-то вкусный десерт. Ну и, конечно же, советуем обязательно посетить один из а-ля-карт ресторанов, который есть в отеле. Ну и всевозможные бары, пол-бар, снэк-бар, бич-бар. Все это тоже у нас есть в отелях, которые работают под форматом Active. Что же такое важное тоже из фишек? Давайте пройдем здесь еще раз, я вам напомню, что у нас есть. Есть свежатый и выжатый сок из сезона фруктов, также с 7 до 11 на завтрак. Отель работает по системе, все включено. Также есть премиум алкоголь местного производства, который представляется 2-4 часа в сутки. Это в стекле еще раз напоминаю, премиум алкоголь. Также есть блюда национальной кухни, диетические блюда, бесплатное посещение а-ля-карт. Также есть мороженое в определенные часы, как и в форматах Family. По сервисам у нас также есть Wi-Fi на всей территории отеля в номерах, халаты и тапочки для взрослых в номерах, набор для приготовления чая и кофе, ежедневное пополнение мини-бара. По развлечениям это всевозможные анимационные шоу, аэробика, акваэробика, пилатес, пляжный волейбол, дартс, боча, настольный теннис, вечеринки под открытым небом. Также, как я вам уже говорила, бесплатный вход в популярный ночной клуб курорта. В отеле в Египте мы предоставляем бесплатный вход в ночной клуб Бунда, или раньше он назывался Little Bund. И отель, который мы сейчас с вами рассмотрим, это отель Fun and Sun Active Naama Waves. Раньше он назывался, совсем недавно, он назывался как Trepitel Waves, если кто-то помнит его по этому названию. Сейчас он носит другое название, теперь он Fun and Sun Active Naama Waves. Отель находится в центре Naama Bay. Именно для тех, кто любит тусовки, вечеринки, и богатую инфраструктуру, чтобы рядышком что-то было. Раньше он назывался Trepitel Waves. То есть раньше он тоже у нас был по форматам отдыха. Он также назывался Fun and Sun Active Trepitel Waves. Два отеля, они рядышком находятся на... Сейчас он Trepitel Bay он был и Trepitel Waves. То есть отель находится на второй линии. До пляжа нужно будет, можно пройтись пешочком, либо доехать на Шаттлбассе, который ходит тоже по графику. То есть тут туристы самостоятельно выбирают, как им удобно будет либо пройтись пешочком, потому что, в принципе, идти недалеко. Вы проходите через территорию отеля Naama Bay и потом проходите, спускаетесь немножко. Там будет лифт тоже вот для туристов, потому что мы позиционируем данный отель в основном для пары компаний. То есть не рекомендуем отправлять туда деток, потому что с детками все-таки до пляжа будет немножко сложнее добираться, так как нужно будет пройти по территории отеля до соседнего бывшего Трепетеля Bay и спуститься либо по лифту, либо пешком. Там есть лестница, поэтому вот, наверное, все-таки с детками так будет сложнее. Лучше все-таки отправлять более таких, наверное, на отдых туристов без детей. То есть это молодежь, пары компаний, просто людей, которые хотят отдохнуть боем. То есть отель заточен как раз на такой отдых без детей. Потому что рядышком вы ходите с отеля, вы можете пройтись в центре Naama Bay, там есть кафешки, ресторанчики, бары, тусовки. Рядышком как раз есть бар у нас Будда, поэтому вы там смело можете пройтись, оказаться, потусоваться как раз для туристов, которые любят все-таки немножко походить ножками, а не все время сидеть на территории отеля. Отель у нас находится вот такой в вытянутой форме, то есть по кругу у нас находятся корпуса, как раз где и живут туристы. Есть у нас бассейн с искусственной волной, есть бассейн с аквапарком, с горками водными, да, и главный бассейн, где проходит такая вся основная наша тусовка. И тут такой более релакс бассейн, где туристы немножко отдыхают от всевозможных активностей. Также есть главный ресторан, итальянский аля-карт-ресторан, национальный аля-карт-ресторан, лобби-бар, пляж. Вот эта вот часть пляжа, море действительно теплое, было хорошее, там безветренная бухта, было тепло, хорошо, песочек, вход в море. Единственное, что пляж, наверное, не такой большой. Бассейн, да, подогревается. Есть бассейн с подогревом, конечно же. У нас получается два бассейна с подогревом. Бассейн, это главный бассейн, подогревается, и с горками. То есть вот эти два бассейна подогреваются. Бассейн с искусственной волной у нас не подогревается. Только вот эти два. Главный бассейн и бассейн с горками. Вот как раз Будда, Little Buddha раньше назывался. Да, пляж общий, двух отелей. У Nama Waves, Fun and Sun, Active Nama Waves, и у отеля Nama Bay. Да, они, это пляж общий для двух отелей. Дискотека, куда могут прийти ваши туристы, и куда мы предоставляем бесплатный вход, и до 12 часов мы также предоставляем бесплатные напитки в данном баре, ресторане, поэтому туристы можно смело рекомендовать туда ходить. Вся территория отеля, она довольно-таки небольшая, то есть она компактная, все номера выходят как раз на бассейн. Водные горки, вот здесь вот проходит у нас вечернее сферможное шоу. Для тех, кто хочет заняться спортом, всегда есть тренажерный зал, можно потренироваться. Всевозможные, конечно, активные анимации у нас проходят, в течение дня в отелях, потому что отель заточен все-таки подэктив, да, он активный. Ну, отель у нас подразумевает, на диске есть ограничения по возрасту, скольки лет. Детям, конечно, нельзя, по ограничению, как-то у вас никто не спрашивал ограничения, когда мы ходили, то есть, ну, и туристы, ну, и агентства у меня тоже были уже довольно-таки взрослые, совсем 20 плюс лет, я думаю, что в основном от 18 лет каких-то ограничений прям совсем детям, но у нас никакие паспорта там еще что-то не проверяли, если касается возраста на дискотеке. И у отеля есть два категории номера, это номер стандарт, номера стандарт и номера фэмили. Номера действительно очень огромные, очень большие номера, 45 квадратов это стандарт и 80 квадратов это номер фэмили, да, хоть мы назовем его фэмили, но мы его смело рекомендуем и для людей, которые отдыхают там компанией, может быть, там приезжают какие-то компании, и смело можно их спокойно туда отправлять, поэтому если они хотят, может быть, сэкономить даже туристы, но при этом жить вместе, вот как раз вариант фэмили для них подходит. Что касается новогодней программы, то Fun and Sun Active на AmoWaves, празднование Нового года будет проходить на территории отеля, который находится на первой линии, это Наама Бэй. Также туристов ожидает приветственный новогодний коктейль в лоббаре, живая музыка, восточные танцы, диджей, живая музыка, скрипка и празднование Нового года. Что касается по блюдам, также нас ждет морепродукты, смертные салаты из креветок, спринг-роллы, просто-роллы. Там всевозможные виды мяса, национальная кухня будет, то есть туристам действительно будет чем поесть, потому что у нас меню прям присылают из нескольких, то есть меню на новогодние праздники в данных отелях, там даже не одна страница. Поэтому туристам действительно будет чем поесть, но вот если сделать такой акцент, то есть обязательно рыба, морепродукты, мясо для тех, кто хочет поесть мясо и овощи, поэтому туристы, каждая из категории туристов найдет что-то для себя в данных отелях и на новогодние праздники в том числе. Что же будет также у нас в детском клубе «Тукан» ждет наших деток, потому что детские клубы «Тукан» у нас находятся во всех отелях формата «Фэмили», то есть в «Эктиве» у нас на «Мавейс» нету детского клуба «Тукан», а в отелях «Фанэн Сан Фэмили Беладжио Резорт», «Фанэн Сан Аквависта» и «Фанэн Сан Фэмили Альбатрос» у нас есть детские клубы «Тукан». Что же ждет деток в детских клубах «Тукан»? Их ждет всевозможные новогодние квесты, новогодние игры, мастер-классы, приготовление имбирного печенья, новогодний коктейль, тематические новогодние воркшопы, новогодние квизы, просмотр мультфильмов, аквагримы и, конечно же, мини-дискотека. Ну а также детки будут писать письма Деда Морозова, делают адвент-календарь, поэтому, в принципе, в детском клубе «Тукан» деток тоже ждет веселое празднование Нового года. Если выбираете отель «Фанэн Сан», то вашим деткам действительно не будет скучно, они на новогодние праздники, на Новый год тоже весело смогут провести время. Ну и на этом, наверное, наш разговор об отелях «Фанэн Сан» в Египте, что же там будет в новогодние праздники, подходит к концу. Хотим вам разыграть небольшой подарок. Хочу вам задать вопрос. Те, кто самый оперативный ответит, получат у нас приз. Это какой отель у нас находится в районе Аль-Ахия-Роуд? Пишите ваши ответы, те, кто правильно написал. Вот Мария правильно написала «Беладжио». Да, Мария, пишите нам на почту event.marketing.sobachka.fastravel.com и мы как раз получите от нас подарок. Пробернуться со слайд программы «Беладжио». Сейчас я вам верну его. «Беладжио» действительно очень красиво украсили на Новый год. И вообще все отели уже внутри красиво украшают к Новому году. Прям очень смело можно... Так, «Беладжио». Сейчас я вам... У меня тут... Поменялись местами слайды. «Беладжио» вот ждет вас в приветственный новогодний коктейль в лобби-баре, живая музыка, начало ужина, диджей, мини-дискотека, восточные танцы, новогодние поздравления, живая музыка и празднование Нового года. «Беладжио», так как у нас сходят несколько карт ресторанов, там как раз будут и тематические меню, как раз вот и азиатская будет кухня, представлены и восточная кухня. Что касается по 6.01, это вы спрашиваете про Рождество. Про Рождество еще у нас нет информации, но вот только на Новый год. Только новогодняя программа, да. Российское Рождество, они... Какой-то отдельной программы пока нам не присылали. Если у них что-то будет, то мы тоже сделаем рассылку в наш чат, какую-то информацию вам дадим. Пока только новогодние даты, что вот как раз именно будет Новый год. Да, в новогодний ужин включают эти даты. Поэтому смело туристов можно... Red Wings мы летаем сейчас. Да, это прямой перелет. Я потом непосредственно летала, поэтому прямой перелет, да, у нас мы... Как несколько... Вы можете выбрать, там есть несколько вариантов. У нас есть перелет через Анталию и есть прямой перелет. Два варианта. В полете, если касается Red Wings, вот я летела прямой перелет, у меня был Red Wings, нас не кормили, только давали воды. Криндон, да, из регионов летает. Это как раз с пересадкой через Анталию они летают, да. А Red Wings напрямую из Москвы летает. Пан-националь-батрос включает бронеблеты на шоу. Про какое шоу вы имеете в виду? Пан-националь-батрос включает бронеблеты на шоу. Neverland. Надо смотреть в пакетную туры. Если у вас пакет на туры уже есть при бронировании Neverland, тогда включает. Если нет, то нет. Так, из Казинбурга какой перелет, на чем летает? Насколько я знаю, из Казинбурга мы летаем тоже на Криндонах с пересадкой в Анталии. Из Волгограда у нас вылет, насколько я знаю, нет. Но можно посмотреть у нас на сайте. Есть все варианты перелета в поиске туры, посмотреть, коллеги, какие конкретно у нас летают. Сколько лететь из Москвы и в Хургаду в Шарм? Мы летели 5,5 часов в Хургаду, мы летели в Шарм. То есть у нас был перелет из Москвы в Шарм 5,5 часов. У нас был перелет еще из Шарм-Аль-Шейха в Каир. Из Каира в Хургаду мы за один рекламный тур посетили целых два региона. Да, в представленных отелях подогревается как минимум по два бассейна. В среднем, если брать, да, то в среднем в каждом отеле подогревается два бассейна. Это основной бассейн и там бассейн с горками чаще всего. А по конкретно, да, по каким бассейнам подогревается в каких отелях, я говорила, да, во время вебинара. Но в любом случае у нас на сайте тоже мы прописываем, в каких отелях подогреваются какие бассейны. Коллеги, на этом все. Хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили наш вебинар. Те, кто у нас выиграл в нашей викторине, прошу написать нам на почту обязательно, чтобы получить подарок. Все, всем спасибо. Спасибо, хорошего вам продуктивного дня. Субтитры сделал DimaTorzok